Хикмет Гаджиев Вроде бы после такого массового посещения Агдама социальные сети должны были пестрить о том, что случилось с городом, а точнее о том, что от него осталось. Но нет, страсти в социальных сетях разгорели совсем по другой причине. Как мы увидели, некоторые журналистов, если их так можно назвать, волновало вовсе не посещение Агдама или разблочение многолетней лжи и донесение правды до мировой общественности, а их волновала эта поездка именно как участие в неком светском мероприятии, куда приглашают только элиту. И раз нас пригласили по поручению президента, значит мы не такие, как вы, обычные людишки. Мы особенные. Мы люди президента. И для некоторых это мероприятие переросло в некую закрытую вечеринку, где людей можно делить по кастам, от самых нижних до самых высших. Если вы смогли прорваться или хитростью подойти к хитмету Гаджиеву и постоять рядом, то вы уже на нижнем элитарном уровне. А если в попытке прорывания вы успели еще и что-нибудь спросить или подлезаться к хитмету Гаджиеву, то это уже успех. Вы на среднем элитарном уровне. Ну а высший пилотаж это если вы успели еще и сфотографироваться с хитметом Гаджиевым. Это показатель того, что вы уже на высшем элитарном уровне. Конечно, это все ирония и нет ничего плохого, чтобы сфотографироваться на память. Не каждый день выпадает такая возможность. Но этим примером мы хотели бы описать кастовое мышление некоторых так называемых журналистов. И тут журналисты, которых не пригласили, разделились на две группы и стали создавать теории заговора. Одна группа стала обвинять администрацию президента в отсутствии публичного анонса мероприятия, что, мол, администрация президента все сделала тайно и втихую. Здесь мы можем встать на защиту администрации президента и уважаемого Хикмета Гаджиева, так как по соображениям безопасности необходимо руководиться в первую очередь обеспечением безопасности людей, так как это очень ответственное мероприятие и при малейшей дезорганизации могут произойти форс-мажорные обстоятельства, так как территория еще не очищена от мин полностью. А другая группа журналистов стала обвинять администрацию президента в отсутствии свободной журналистики и демократии, мол, администрация президента без анонса мероприятия тайно создала список лояльных, либо подконтрольных государству СМИ и тайно пригласила только людей из списка. Мы не являемся представителями администрации президента и за всеми официальными объяснениями предлагаем обращаться только к официальным лицам. Но чтобы немного сбавить обороты массовой истерии и обвинений, предлагаем порассуждать логически. Конечно, журналистов и прочих общественно известных деятелей в стране куда больше, чем 150 человек. Но, во-первых, по соображениям безопасности увеличение количества персон представляет большую угрозу дезорганизации мероприятия и всевозможных эксцессов на пост в военной заминированной территории. Во-вторых, просто физически такие группы лиц очень трудно транспортировать из столицы Азербайджана в Карабах, да и не все поместятся в автобусы. А в-третьих, такая поездка финансируется не представителями СМИ и журналистами, а государством. А это могут быть большие затраты, так как в организации любого мероприятия есть определенный бюджет и объективные финансовые ограничения. Возможно, когда будут поездки в другие районы, пригласят и другие журналистов. Например, нас, Канал 13, также ни разу не приглашали в Карабах. Ни во время войны, ни после. Хотя мы огромное количество раз обращались в администрацию президента. А мы являемся первым и самым главным новостным каналом Азербайджана. У нас самая большая и преданная аудитория и больше всех подписчиков в Азербайджане. А также мы являемся самым известным и популярным каналом на всем Южном Кавказе. Нас смотрят десятки миллионов людей из Азербайджана, России, Казахстана, Армении, Грузии и многих-многих других стран. Нас смотрят как азербайджаноязычные, так и русскоязычные зрители и слушатели. Например, во время нашей Отечественной Карабахской войны, по статистике, около 43% населения Азербайджана получал новости из Канала 13. За что нас поблагодарили и люди с приближенных. Не из тех, кто фотографируется рядом с уважаемым Хикметом Гаджиевым, а из настоящих приближенных. Так как там нас тоже смотрят. Мы поддержали нашего президента Ильхама Алиева в его решении куда больше, чем те, кто сейчас бьет себя в грудь и поддерживает лишь на словах. Мы доказали это на деле. И продолжаем стойко защищать Азербайджан на поле информационной войны, которая ведется против нас со всех фронтов. Но даже это ничто по сравнению с тем, что сделали наши доблестные шахиды и солдаты, так как вся честь должна быть оказана им. Мы вместе с вами, наши многоуважаемые зрители и слушатели, внесли неоценимый и огромный вклад в защиту целостности и суверенитета Азербайджана и в информационную победу Азербайджана над оккупантом. И мы хотим в этом поблагодарить прежде всего вас, так как вы, народ Азербайджана, и есть наша главная ценность. Даже если нас никуда не приглашают, потому что считают нас слишком независимыми и неподконтрольными, то мы не придаем этому такого значения, как другие журналисты, так как мы уверены в себе и в своем деле. А для нас главное – это продолжать делать наше общее с вами дело. А наше общее с вами дело – это просветание Азербайджана.